Девушки отдыхают Потому что в моем доме я хозяйка, я домохозяйка своего дома Деньги, они приходят и уходят Ебиседер Но если бы я умела петь, я бы хотела петь Если бы я умела не танцевать, наверное, потому что все-таки я хочу говорить тоже Вдохновение, оно не спрашивает Оно приходит и оно может появиться непонятно откуда Его заказали, запрограммировать его нельзя Я родилась в городе Могилеве в Белоруссии Вот у меня было 14 лет, в школу пришла учительница, которая организовала театральный кружок, Инна Петровна И я стала там играть в нее, она меня выбрала почему-то Я играл там Джульетту, сцену на балконе У меня, конечно, не хватало, даже фантазий нет, не хватало смелости Думать, что когда-то сам я тоже смогу стать актрисой Однажды смотрела фильм Юрия Германа «Двадцать лет без войны» Там есть сцена замечательная, когда играет Екатерина Васильева Приносит известие о том, что муж погиб на фронте А мать ее сзади спрашивает, что сахар принес И она начинает плакать и говорит, мама, ну что вы, какой сахар Я помню, что я это смотрела, и меня так это пронзило И в это же время я подумала, а я вот тоже бы так могла бы Ольга Сергеевна! Такси идет! Я в 16 лет поехала в Москву, в Гетис Я приехала в платье с выпускного вечера, с корзинкой Это лучшее, что у меня было Коса длинная, я ходила по садику Мои педагоги были гениальны, два гениальных режиссера Анатолий Васильев и Анатолий Эфрос И Эфрос все время нам говорил, что нет ничего важнее, чем актерская интуиция И это только потом поняла Только потом, когда берет время начинать себя чувствовать на сцене Начинать себя чувствовать контроль над тем, что ты делаешь И потом же, когда я стала работать в Сарье много Как-то вдруг все, что он вкладывал в нас, все соединилось И меня позвал, говорит, давай попробуем почитать Мы читаем, он говорит, нет, я не могу на тебя смотреть, как на мальчика, ты такая девочка Потом Мария сказала, знаешь, давай попробуем вот такой Мальчик, ему 11 лет, ну как будто ему 111 Есть такие детские старички На физкультуре последний И ручки у него впереди висят Он разговаривается С акцентом, такой одесский Такой бондаркент играет на скарибке И вот как-то мы стали пробовать и попало И гранул бой, болтавский бой В огне под градом раскаленным Стеной живую отраженным Нас бачен строем свежий строй Штыки смекает тяжкой тучей В Гешере было какое-то количество лет постоянная труппа И когда ты с одними и теми же людьми переходишь из спектакля в спектакль Совершенно другая динамика, другие привычки Саша Демидов это мой любимый партнер Он даже больше, чем партнер Такое воссоединение душ у нас на сцене происходит Обычно готовишься к выходу на сцену А вот когда идешь с ним играться, играть, нужно наоборот Не нужно готовиться, потому что ты знаешь, что он неожиданно Что-то всегда новое будет Мне легче выразить мысль на иврите Потому что на иврите к нему очень быстро привыкаешь Свойства языка, когда одно слово, в нем заключено очень много смыслов В русском наоборот На один смысл приходится очень много значений в словаре И когда в это привыкаешь, как бы Ты говоришь, например, слово кета Это сразу тысяча значений Мелим, мелим Саяда ктенота фахли философ Когда нужно, мы эпитировали Медею монолог, в котором мне нужно было сказать, что я убью своих детей Я не могла это Каждый раз я останавливалась У меня просто немели губы И поднималась температура И я поняла, что так дальше продолжать невозможно Нужно что-то, какой-то свитч в голове сделать Нельзя путать Есть жизнь и есть театр Все равно это всегда нужно Держать какую-то дистанцию Субтитры создавал DimaTorzok У меня опыт театральный гораздо больше, чем в кино Но в последнее время, как бы, я много-много снималась в кино И я что-то там поняла Что-то, какой-то секрет, который я давно уже поняла в театре Фильм «По тебе не видно» Это история двух женщин, которые были изнасилованы одним и тем же насильником Была такая история, когда-то в 70-е годы в Тель-Авиве Вежливый насильник Анаса Менумас Фильм о травме О насилии, о травме Которая всплывает снова И, в общем, объясняю, что она никуда не девается Моя партнерша Руни Тель-Кабец И режиссер Михаил Виад Мы вместе как бы жили, ели, пили, спали, репетировали, говорили Обменивались какими-то историями совместными Говорили тексты тысяч раз, наговаривали его Пока мы не привыкли Меня с Габимой связывают пять лет работы Которые начались с момента, когда театр вышел на ремонт И я даже ни то чтобы одного дня, ни одной секунды не была в здании в качестве артистки Габимы И я в первый раз в жизни стояла на этой сцене две недели назад Я очень волновалась И когда закончился спектакль, меня все спрашивали, ну как, ну как, ну как, ну что ты почувствовала? При всем волнении было такое ощущение, что как будто я здесь всегда была Это мой четвертый спектакль в Габиме Предыдущий был «Железная дорога в Дамаск» Трагическая роль в буквальном смысле слова Я после этого как раз попросила, можно сыграть комедию Я больше не могу быть драму квин бесконечно И мне сказали, да, давай Этот спектакль называется «Кавьер в Адашим» Икра и горох Это комедия дель арте, итальянская комедия И здесь у меня замечательный партнер Мони Машонов Он же играет главную роль, он поставил Я давно мечтала с ним поработать Видеть его играющим уже хорошо А еще быть его партнером еще лучше Пять секунд до выхода на сцену Я стараюсь себя обидеть, что я не волнуюсь Все в порядке, сейчас будем с кайфом играть Пять секунд до выхода на сцену Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова